Лучше меня выглядели, и это плохо. Но, прости, сколько работает? Нормально всё. Сколько бороду не расчесывает тебе, это не поможет. Я весь волосатый, а он весь... А я весь аэродинамичный, друзья мои. Аэродинамичный Халецкий Руслан и крипто Игорь Гостюнин. Крипто-гангстер. Крипто-гангстер. Где? То крипто-бог, то крипто-гангстер, его не поймут. Итак, вы компрометирующие за всём здесь. Компрометирующие. Вы расстались с Денисом Гусевым? Нет. Вы не расстались с Денисом Гусевым? Смотри, прикол. То к тебе покажу. Хорошо. Не покажу вам. Вы там думаете, что у нас пиздец в комплекте. Так, подожди. А зачем тебе голые фотки Дениса? А я постоянно подписчики просит раздеть. А долго продаете фотки эти? Я же на видео всё снимаю и выкладываю в сеть. У меня на канале Мясо по Госту голый Денис Гусев. Самый главный Денис Гусев. Вот, почитай. Хоп-хоп, руки пожали, хайп делаем, делаем. Пускай все верят. Мы уже три года это делаем. Мне каждый раз верят. Первый в 18-м году подготовка, обзоры пошли. Потом я его готовил. Сейчас цикл завершился. Ты пришёл сегодня на турнир по вудибилдингу? По какой причине? Пригласил Витя. А так вы пришёл сам, если бы не пригласили? Меня всё время приглашают, выбора нет. Выбора нет? Мне по кайфу. У меня Игорян сегодня выступает, землицкий. Да, я знаю. Кстати, хочу отметить, что я даже просто по ногам, даже по лицу Игоря скажу, что часто Игорь... Первое у него самое худое лицо. Скажи ещё это ещё раз. Самое худое лицо у Игоря Зеблицкого сегодня. В истории Игоря Зеблицкого. Действительно, я уже говорил вам, что у этого парня нереальная сценическая харизма. Генетика. И в этот раз есть подозрение, что у него... Что у него охуяно здоровенные яйца, он здесь уебёт всех. В конкурсе. Мы типа, знаешь, типа готовили форму а-ля Александр Козоев, типа вышел и не сравнивают. Ненормально, в центре отстоял, сейчас уже пиздячек получил от меня, от дядь Коля Ясиновского. Всё в порядке, готовился разъёбывать. Ну, отлично. Действительно, он в хорошем качестве. Если кому-то там мухи хоробят, мне на вас похеру. Ну, мне не сильно, но... Откостойтесь от моих аккаунтов, мне не нужны люди вообще, никто. Он так привлекает людей на свой аккаунт. Плюс 500% активности и охвата. Пускай отписываются, у меня статистика... Если говорить гадости. Да нет, просто если говорить правду. Я гадости не говорю, я просто констатирую факты, попробую оспорить. Чё я сказал не так? Справедливо. Попробуйте о спорте. Любое решение, которое я принимал в жизни, я всегда прав был. Смотрите, я думаю, что обосновать можно любое решение. Ну и вселенной всегда всё хорошо, я всегда прав. Не знаю, как вашей. Надеюсь, у вас так же всё хорошо. Я спрошу у него рецепт на эти таблетки, ребят, мне тоже он нужен. Называется джампер смесь ноотропов от доктора Хайда. Вообще нереальная штука, я тебя познакомлю. Пару колёс, вообще круто. У меня, кстати, в сторисах есть, посмотрите, что в составе баночки. Всё растительное и смесь ноотропов просто... Всех бы собрал, объединил и сделал один супер-турнир, где все с федерацией сталкиваются, и мы выбираем реально самых крутейших спортсменов. А сейчас от меня маленький инсайд. Буквально на днях я звонил к Ютсуну Деницу, сказал, что я готов вложиться деньгами хорошими в организацию турнира в Питере, но у меня будут условия. Могут выступать спортсмены всех федераций. Без дисквалификации. Катис, Катис, не слышит ни хрена. Да, конечно, хочется представить наших новоуважаемых федераций. Давай по-хоже. Вот, а о чём у нас становится? А, турнир. На том, что турнир. Я, короче говоря, уже года по... Когда там, 19-й год, там, или Джим, Вовочка, говнючок, привет. Значит, я уже всё договорился с Вишневским о том, что такой турнир, в принципе, возможен собрать всех. Там, конечно, много подводных камней и прочей херни, но было решение такое, что это, в принципе, возможно организовать. И тогда это всё, ну, бля-бля-бля-бла-бла-бла-бла-бла-бла, Вовочка наговорила много, и ничего не получилось. Но, тем не менее, идея была поселена, и вот ты её и воспользовался. Не слышал я. Ну, да, но тем не менее. Но вот у меня были задачи по спорту. Я хотел стать чемпионом мира, я хотел совершенное телосложение. Мира я стал в 2010 году, совершенное тело, по моему мнению, я сделал в 2012 и 2018 году. Всё, цели достигнуты, мне скучно. Я перешёл в другой вид спорта. Теперь ты серфер. Ну, вот я думаю создать. Вот слушай, прикинь, создаётся новая дисциплина. Бэбэй серфинг. То есть выходят серферы, мужики, крупные, с досками, огромными досками. И вот у них они позируют, как вот мэн-физики. Вот я смотрю на мэн-физиков, и им не хватает только доски для серфинга, чтобы выбрать лучшего серфера. Ага. Лучшего пляжника, ну как. Пляжка, па. Серфинг, вот. А здесь ещё встаньте на волну, прокатитесь. Будет ржака неописуемая. И это можно, прикинь, это как это, там боли, не боли, организовать, всем оплатить, сделать просто шоу, продумать его и сделать крутое дивизионное шоу. Почему бы и так, как говорится? Ну да, действительно, подходит. У всех на телеканалах везде проблемы с идеями, какую-то хрень показывают. Исчезли образовательные передачи, естественно, многие вещи. Многим это, что не нравится, а если там есть канал «Пятница» современный, да, есть другие каналы современные, а им можно это всё преподнести, показать, нравится, не нравится, идея стоит того или нет, обойти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, сколько есть каналов, пока один не согласится. И продать и делаем. А если не продать, просто делаем, пока я получу всё для себя. На искусственной волне, в Подмосковье, с качками. Да, главное собрать тусовки. И спасибо тебе огромное. Тебе спасибо большое. Ну что, друзья, на Игоря подписывайтесь, если получится. Нет, меня не найти в Инстаграме, даже Валера Живыхе не найдёт. Валера? А что у Валеры такое? А я не могу Валеру найти. Он у меня этот. А он в Америку уехал? Ноунейм в Инстаграме, не могу. Он в Америке. Я помню. Он тебе, что денег должен? Нет, он сегодня в ролике не должен. Нет, мы с ним в очень хороших отношениях у нас не было никогда недопониманий. Мы всегда очень уважительны. Тем более у нас один тренер, Александр Владимирович. Вот. И он сегодня снял ролик, я его видел, мне ребята скинули, где он обсуждает конфликт. Мой с Денисом Гусевым. Ребята, конфликты оставьте вам, они только в вашей голове. Мы в отличных отношениях, очень уважительно. Вы понимаете? Мы два профиля, которые вас уже несколько лет. И вы нам это верите и смотрите на наши скандалы. Интересно, что там будет. Так вот, я вам рассказываю. Будет круто, подписывайтесь на Дениса. На меня можно, нет. Вы мне никто не нужен. А вот Денису, да, он любит много аудитории, он любит, он лев. Ему это все вот надо. Вот эта популярность, вот это все. Вот. А я рак, мне вот в ногу я залез, и мне там хорошо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова